Плиточка к плиточке по 200 квадратов в день. Так рождаются новые тротуары на Адмирала Октябрьского. Львиная доля работ уже закончена, дело осталось за малым. На финишную прямую вышла последняя, четвертая очередь реконструкции. На Адмирала Октябрьского у нас уже окончательный этап. Мы надеемся, на следующей неделе мы полностью закончим там плиточное покрытие на тротуарах. Поэтому на сегодня день мы уже там все заканчиваем. Главный залог успеха – хорошая погода. Именно она диктует строителям свои условия, ведь плитку они укладывают руками. Сначала готовится основание, укатывается катками, потом готовится смесь цементно-песчаная, она укатывается уже трамбовочными инструментами и дальше все вручную. Вся вкладка происходит вручную полностью. Несмотря на то, что ремонт еще не окончен, жители уже оценивают проведенную работу. Результатом довольны. Единственный недочет – отсутствие скамеек на остановке общественного транспорта. Мне нравится, нравится, да. Конечно же, и то, что убрали вот это вот, булыжники, так сказать, и мне кажется, отлично. Ну, ровнее, красивее стало, пошире. Плохо, что здесь остановку убрали, люди летят, а так все нравится мне. Раньше были эти вот кривые, как сказать, кирпичи, но может быть оно по старинке напоминает старинный город, но, в общем-то, хочется, чтобы помолодежнее было как-то. Людям нравится, только не нравится, что раньше были до ремонта. Тут лавочек, сейчас нет лавочек. Отсутствие скамеек – временное неудобство, говорят городские власти. Скоро они вернутся на свое законное место. Скамейки, которые были вывезены перед началом строительства, они были вывезены предпринимателем с кондитерской, которая находится напротив. Сейчас по окончанию работ, конечно, все будет возвращено на место и скамейки будут стоять на остановке. Ремонт не приходит один. Сейчас вовсю кипят работы на улице Пожарова. Начиная от площади восставших и до площади 50-летия СССР заменят бордюры, а в некоторых местах дорогу расширят. Анастасия Крапивко, Виталий Козловский. Программа «Наше время».